Поделитесь опытом из Киева, как вы противодействуете подобным вещам. Я знаю, что у вас есть организация боротьба, вы там друг к другу оказываете помощь, быстро приезжаете. Поделитесь, пожалуйста. Эта организация называется «Братья». «Братья», да, я прошу прощения, «Братья». Да, это вот такой удивительный, самодеятельный элемент социального творчества. Именно масса, именно самодеятельное объединение предпринимателей, спортсмены. Вот такие киевляне в основном, это не сильно-то приживается, очень трудно так это организовывать. Она возникла в Киеве как организация самозащиты предпринимателей от рейдерства, а потом втянулись в это дело, там, инциденты пошли с квартирами у нас, как-то активизировались рейдеры, начали просто массово из квартир выбрасывать. Как-то так вот попытался Порошенко с Гройсманом так подстроить законодательство. И начался просто вот такая психотическая ситуация, такая, как вот, ну, криминальное государство участвует в полиции, вот эта новая вся эта полицаи у нас в черной форме, как эсэсовцы. И вот начали, да, начали давать отпор коллекторам. Коллекторы там 5-7 человек приезжают, семью выбрасывают, а тут съезжаются братья по тревожной кнопке, так сказать, сообществ 200 на тачках, там, ну, это ж люди в основном такие. Обеспечен. Ну, во всяком случае, средних такого бизнес-достаток. И полиция, а полиция это же тоже коррупционная такая, это же не, они прикрывают же так же, как и там у вас диаспору, так вот здесь все эти коллекторские, бандитские группировки. И полиция, она наткнулась на такое организованное сопротивление, да, тут СБУ включилась с репрессиям, подключилась братьев, ну, пережили, да. Ну, вот коллекторский бизнес заглушили достаточно мощно в Киеве. Но это чисто касается вот антирейдерских, антиколлекторских. У нас еще нет таких.